Всем привет, с вами Дмитрий Калинин, и сегодня я расскажу о флагманском смартфоне в линейке Desire с кратким, но ёмким названием i. Распаковку и первое включение я делал на прошлой неделе, видео вы можете посмотреть вот по этой ссылке. Ну а сегодня я начинаю рассказывать об HTC Desire i очень подробно. Поехали! HTC Desire i смотрится стильно и молодёжно. Яркий, красивый корпус сделан из матового поликарбоната, который совершенно не скользит в руке. Я бы хотел сказать, что весь корпус представляет единое целое, но это не совсем так. Так, накладки сверху и снизу, похоже, приклеены, так же, как и белая рамочка вокруг дисплея. Сзади же действительно нет никаких швов. Здесь применяется уникальная технология HTC, слияние пластмасс различного цвета в единый корпус. Естественно, ничего не скрипит, не люфтит и не гнётся. Сборка очень качественная. В отличие от скруглённой спинки M8, Desire i плоский, как брусок. Лёжа на столе, смартфон не качается при наборе текста. И это очень хорошо. Несомненно, особый вид смартфону придаёт большая фронтальная камера, которая создаёт впечатление глаза, который постоянно смотрит на вас. Мне вот иногда кажется, что наш мир кем-то нарисован, и за нами всё время кто-то наблюдает. Вот, вон оттуда. Ну ты даёшь, нарисован. Смартфон доступен в двух цветовых решениях. Это бело-красный и бело-синий-голубой. Светлый вариант выглядит более стильно, и на нём незаметно жировые отпечатки от пальцев. Удивительно, но белый пластик не пачкается. Я почти неделю юзаю смартфон безо всяких чехлов, ношу его то в барсетке, то в куртке. И как вы видите, с ним ничего не случилось. Смартфон выглядит всё так же нарядно, как и в первый день. А по опыту эксплуатации тёмных и светлых автомобилей, я знаю, что царапины и потёртости почти незаметны на светлом, и отлично видны на тёмной поверхности. Так что белый вариант я выбрал не только за стиль и красоту, но ещё и за практичность. Если сравнить дизайн Desire Eye с M8, то сразу же видно, что он молодёжный и стильный, хотя и менее серьёзный, чем его старший брат. По размерам Desire Eye чуть выше и шире, зато несколько тоньше и легче. В высоту почти 152 мм, в ширину почти 74 мм, и толщина 8,5 мм. И весит этот смартфон 154 грамма. Смартфон очень прост в обращении. Не нужно никаких скрепок, чтобы вставить сим-карту и карту памяти. Заглушки просто вынимаются ногтём. Все кнопки находятся на своих местах, и пользоваться ими удобно. Причём, кнопкой питания, которая вынесена на правый бок, удобно пользоваться как правой, так и левой рукой. Смартфон сертифицирован по стандарту IPX7, а это значит, что он водонепроницаем на глубинах до 1 метра в течение 30 минут. Однако, конечно, мало кто читает инструкции, и мало кто знает, что HTC не рекомендует использовать это устройство в воде, так как разъёмы microUSB и миниджек открыты, хотя и нет прямого доступа воды внутрь корпуса. То есть, если вы случайно уроните смартфон в воду, или попадёте под сильный дождь, то ничего страшного не случится. Но если вы будете прыгать в бассейн, и снимать видео, и делать фото на смартфон, и он выйдет из строя, то, как говорит один наш знаменитый футболист, это ваши проблемы. Из придирок хочу отметить, что разъём под наушники и разъём microUSB расположены не посередине ребра, а съехали чуть вниз. Понятно, что так расположена печатная плата, но эстетически это не выглядит красиво. Также несимметрично выглядят накладки, верхняя и нижняя. Но что тут интересно? Расстояние от края корпуса до края дисплея абсолютно одинаково и равно 18 мм. В HTC Desire Eye установлен замечательный 5,2-дюймовый Full HD дисплей с IPS-матрицей и плотностью пикселей 424 ppi, так что пикселей вы здесь не увидите. Дисплей очень яркий, контрастный и чёткий, с великолепной максимальной яркостью. Так что пользоваться на улице – одно удовольствие. Если сравнивать экраны Desire Eye и M8, то сразу же замечаешь, что экран у Eye более тёплый, а у M8 более холодный. Я не знаю, сможет ли моя камера правильно передать цвета, поэтому я буду рассказывать то, что вижу. Проверим на максимальной яркости. Максимальная яркость выставлена. И давайте посмотрим основные цвета. Белый цвет на Eye чуть отдаёт желтизну, а в M8 – в синеву. Красный цвет смотрится великолепно. Зелёный, синий, салатовый, розовый. Жёлтый цвет, мне кажется, более эффектно смотрится на M8. И чёрный цвет. Посмотрите, более глубоким он кажется на M8, но видно, что это из-за более высокой яркости в Eye. Посмотрите на чёрный цвет в полной темноте. Как и все дисплеи HTC, экран Desire Eye отлично смотрится под любыми углами. Цвета не искажаются и выглядят насыщенными, но без ярких красок. Автоматическая регулировка на смартфоне работает просто прекрасно. Защитное стекло здесь Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием, которое хорошо справляется с жиром от пальцев и легко протирается салфеткой. Если продолжить в сравнении с M8, то вот вроде бы и разница всего ничего – 0,2 дюйма или по-нашему 5 мм. А мелкий текст лучше читается на Eye, причём как в браузере, так и при прочтении книг и журналов. Если честно, то дисплей в M8 лучше по цветопередаче. Но я хотел бы в новом HTC One 2015 года видеть 5,2 дюймовый дисплей, только холодный, так как в эксплуатации он оказывается лучше, и если убрать ненужную надпись HTC снизу, то габариты девайса не увеличатся. В HTC Desire Eye установлены стереодинамики BoomSound. Найти их достаточно сложно, но можно. Здесь нет привычных решёток с отверстиями, и это понятно, влагозащита даёт о себе знать. Но если приглядеться, то можно заметить щели между дисплеем и накладками. Это и есть решётки динамиков. Материал сетки очень похож на сеточку в наушниках. Несмотря на сетку, звук из динамиков достаточно громкий и качественный. Давайте послушаем. Если сравнивать Desire Eye с M8, то у металлического брата звук заметно громче и более, ну я даже не знаю, как сказать, естественный что ли. Ну вот послушайте сами. Теперь то же самое. Слушаем на HTC One M8. Ну кажется, что ты прям присутствуешь на концерте, когда слушаешь на M8. Теперь давайте сравним звук с высококачественной мелодией. Сначала слушаем на HTC Desire Eye. Теперь то же самое и слушаем на HTC One M8. Я думаю, что разница в звуке заметна даже через мою камеру. Некоторые издания заявили, что в желобке динамиков очень быстро набивается грязь и пыль. Но я не знаю, где они брали какую-то, видимо, специальную грязь, но после недели эксплуатации, как вы видите, все чисто. Хотя я ношу смартфон без чехлов, по карманам и барсеткам. Брал я его и в гараж, и в Москву в поезде ездил. Как вы видите, все в порядке, нет никакой грязи. Да, иногда сюда попадают пылинки, но достаточно дунуть, и они оттуда вылетают. В комплекте к смартфону идут наушники. Качество звука в них достаточно хорошее, но по-настоящему красота звука раскрывается, если использовать какие-нибудь серьезные наушники типа Schenheiser HD515. Звук просто на высоте. Но давайте послушаем качество звука в наушниках. Кстати, хочу обратить внимание, что разъем для наушников в HTC Desire I расположен сверху, что не очень удобно. Давайте включим какую-нибудь мелодию. Я делаю максимальную громкость. Послушайте качество звуков в серьезных наушниках. Мне кажется, что это лучший звук в наушниках из всех когда-либо мною услышанных. Эквалайзера в смартфоне нет. Есть только возможность отключить BoomSound. И то только тогда, когда подключены наушники. В HTC Desire I установлены три микрофона. Громкость и качество передаваемого голоса при телефонных звонках очень хорошая. Впрочем, такое же, как и во всех смартфонах HTC. При разговоре в Skype или Hangout собеседник слышит слегка металлизированные нотки. Вообще, звук – это то, что выделяет смартфоны HTC из общей кучи флагманов. После недельного использования HTC Desire I я не заметил каких-либо проблем в приёме сотового сигнала, Wi-Fi или GPS. Ну, может, субъективно, Wi-Fi чуть лучше работает на M8. Хочу отметить, что M8 может работать с Wi-Fi типом AC, а в Desire I только тип N. Мобильный интернет здесь работает отлично. Смартфон поддерживает 4G LTE, Bluetooth 4.0 с поддержкой IPTX для подключения различных гарнитур, NFC для их быстрого сопряжения, DLNA для потоковой передачи мультимедиа со смартфона на телевизор. Всё это и есть в новом смартфоне. Разъём microUSB поддерживает устройство формата USB 2.0. Работает OTG, то есть вы можете подключить флешку или клавиатуру к смартфону. Приятной неожиданностью для меня стало наличие шагомера. Я активно пользуюсь программой Fitbit и заставляю себя больше ходить, а не ездить на машине. А вот барометра в Desire I к сожалению нет. Нельзя сказать, что я им очень активно пользуюсь на M8, но иногда я всё же смотрю изменения давления. В смартфоне есть FM-радио. Работает оно при подключении гарнитуры. Причём качество и приём отличные. Очень жаль, но в HTC Desire I нет инфракрасного датчика. Установить и пользоваться программой HTC TV вы, конечно, сможете, но вот управлять телевизором, домашней бытовой или аудио-видеотехникой уже нет. HTC Desire I работает на операционной системе Android 4.4.4 KitKat с фирменной оболочкой HTC Sense 6.0. Сразу же отвечу на ваш вопрос. Да, HTC Desire I получит Lollipop в следующем году и будет работать на самой последней версии Android. В смартфоне установлен 4-ядерный процессор Snapdragon 801. Точно такой же, как и в старшем брате M8. Вообще, по железу, эти смартфоны почти идентичны. Процессоры одинаковые и работают на частоте 2,27 ГГц. Графическое ядро Adreno 330, работающее с максимальной тактовой частотой 578 МГц. Оперативная память 2 ГБ и постоянная память для хранения 16 ГБ, из которых пользователю доступно около 9. Если встроенной памяти будет недостаточно, то всегда есть возможность расширить ее карточками памяти microSD до 128 ГБ. Посмотрим результаты основных синтетических тестов HTC Desire I и сравним их с HTC One M8. Antutu показывает почти 41 тысячу баллов. Графический тест 3DMark показывает чуть больше 17 тысяч баллов. Я хочу сказать, что на днях этот тест обновился и стал показывать несколько меньшие значения. Результаты тестов Geekbench 3 в одноядерном тесте показывает почти 950 баллов, в мультиядерном 2878 баллов. А теперь давайте посмотрим реальную производительность. Как вы видите, в Real Racing 3 нет никаких лагов и фризов, все работает очень быстро, без каких-либо задержек, графика выставлена на максимум, есть все графические эффекты, дым из-под колес, отблески солнца, зеркала, отражения в зеркалах. Если играть в тяжелые 3D-игры минут 20, то смартфон может нагреться до 40 градусов Цельсия и далее температура расти не будет. В повседневной работе использовать HTC Desire Eye очень приятно. Смартфон работает быстро и плавно, а оболочка Sense не столько изменяет сам Android, сколько дополняет его новыми интересными фишками. Интерфейс очень приятный и понятный. Со смартфоном разберется даже ребенок. Кстати, для детей здесь есть специальный режим. Он так и называется детский режим. В смартфоне есть фирменные функции HTC. Например, BlinkFeed. Это такая удобная новостная лента, которая может настраиваться под ваши запросы. И Motion Launch. Управление смартфоном жестами. Например, двойной тап это включение и отключение экрана. Свайп вверх это разблокировка. Свайп вправо переход в BlinkFeed. Свайп влево переход на рабочий стол. Есть и другие жесты, но ими мало кто пользуется. Хочу показать вам, что в HTC Desire Eye значительно больше возможностей по персонализации. Например, здесь количество тем значительно больше, чем на M8. На M8 только 4 темы, здесь же добавлено еще 5 тем. В смартфоне установлена литий-полимерная батарея в 2400 мАч. И вот вроде бы показатель не впечатляет, но как ни странно, заряда хватает на 2 дня обычного использования. Или на полные сутки при хорошей загрузке с 6,5 часах активного экрана. Посмотрим результаты использования. Вот, например, последний результат. Смартфон проработал 2,5 дня при 5 часах активного экрана. Как вы видите, Wi-Fi был почти постоянно всегда включен. И смартфон продержался 2,5 суток. Этот же самый график. Как вы видите, тут еще был включен GPS. Постоянно я использовал смартфон по несколько минут. В итоге получилось суммарно 5 часов активного экрана. Как я использовал смартфон в это время? В основном я общался в Твиттере, читал много сайтов в интернете, также просматривал новостную ленту BlinkFeed и пользовался Google Диск. Примерно полчаса я играл в Real Racing 3 и проводил несколько тестов 3DMark. Вот еще один результат использования. Это было примерно трое суток назад. Я использовал смартфон более суток, при этом у меня было 6,5 часов активного экрана, постоянно был включен Wi-Fi и как вы видите смартфон продержался до 1%. При этом я использовал следующие программы. Опять же общался в Твиттере, читал интернет, играл в Real Racing, здесь примерно минут 50, просматривал новостную ленту BlinkFeed, снимал и просматривал несколько видео на YouTube. Но давайте посмотрим текущее значение в программе GSM Battle Monitor. Как вы видите я не использую энергосбережение. кстати во всех предыдущих значениях я также не использовал режим энергосбережения. Он автоматически включается на 14%. Как вы видите сегодня я уже использовал смартфон 11,5 часов при почти 2 часах активного экрана сейчас 82% и как вы видите в среднем на полную зарядку у меня уходит почти 2 дня при максимально включенном экране 6,5 часов. Также давайте посмотрим результаты батареи по питанию вот как например я использовал его сегодня. Что интересно я зарядил смартфон до 100% и оставил его на ночь. В смартфоне есть очень эффективный режим энергосбережения. Также есть режим максимального энергосбережения который очень хорошо помогает экономить батарею. Если сравнивать Desire Eye с HTC One M8 то Eye живет примерно на час меньше активного экрана. Вообще я был удивлен что при таком большом Full HD дисплее и при такой вроде бы небольшой батарее HTC Desire Eye довольно экономно расходует батарею. Оптимизация S&M здесь конечно рулит. Про камеры и вообще про фото возможности HTC Desire Eye я сниму подробное отдельное видео через несколько дней так как тут есть много интересных фишек. Да и про сами камеры тоже мне есть чего рассказать. Для самых нетерпеливых я лишь скажу что качество съемки на фронтальную 13-мегапиксельную камеру лучшее из всего того что я когда-либо тестировал у себя на канале. Двойная светодиодная вспышка для фронтальной камеры это то чего я нигде никогда не видел. Основная камера также в 13-мегапикселей снимает очень даже неплохо при хороших условиях освещения. Но у меня есть некоторые вопросы когда света не хватает. Про отдельную кнопку для съемки фото и видео мне тоже есть чего рассказать. И все секреты вы узнаете в следующем подробном видео. Если сравнить качество фото HTC Desire i и M8 то по детализации бесспорно выигрывает i. И вообще 13-мегапиксельные камеры снимают лучше своего старшего металлического брата. Но у меня есть вопросы к цветопередаче балансу белого динамическому диапазону и шумам в условиях недостаточной освещенности. Короче обо всем подробно я расскажу в следующем подробном видео. Будет интересно. В заключении хочу сказать что HTC Desire i можно купить уже сегодня в магазинах России по цене в 22 990 рублей. Обычно я не соглашаюсь с HTC по поводу цен на новые смартфоны в России. Но про HTC Desire i я пожалуй впервые могу сказать что он отрабатывает свои 22 990 рублей на все 100%. Ведь за эти деньги вы получаете начинку от HTC One M8 увеличенный дисплей в 5,2 дюйма влагозащиту и отличные камеры. Причем не только основную но и фронтальную. И на этой оптимистической ноте я заканчиваю это видео напоминаю что подробный обзор камер и фото возможностей я буду делать через несколько дней. Поэтому активно подписывайтесь на мой YouTube канал и читайте мою Twitter ленту. Пишите в комментариях что вы думаете об HTC Desire Eye и не стесняйтесь ставить большие пальцы вверх. С вами был Дмитрий Калинин. Всем пока. Удачи нам всем.